Что такое апселлы и кросселлы на вкладке сопутствующие? Как и применить, где отображается в настройках плагина WooCommerce? Меня зовут Федор Васильев, и давайте посмотрим подробнее. Итак, урок номер 7. Апселлы и кросселлы. Где, зачем, почему. А я нахожусь в режиме редактирования товара. В любом товаре вы найдете вкладку сопутствующие. Апселлы. Здесь вы можете навести мышь. Над каждым пунктом есть вопросики. На русском языке, в принципе, понятным языком написано, что это такое. На практике давайте посмотрим. То есть это поле не там, где мы что-то можем выбрать. Здесь нужно просто набирать текст. Тот товар, который вы хотите, чтобы отображался в карточке товара, скажем. Вот здесь вот. Там, где у нас похожие товары, недавно просмотрены. Если хотите здесь, к этому товару, добавить какой-то сопутствующий товар, Апселл. Опять же, у вас этот товар, который вы хотите добавить, он должен быть добавлен в товарах. То есть фактически на сайте этот товар должен быть добавлен. Иначе просто он здесь не найдется. Я пишу просто стул, и у меня всплывает стул, другой товар, который уже добавлен здесь на сайте. Я просто его выбираю. Таким образом, можно добавить несколько товаров. И сразу же посмотрим кросс-селлы. Тоже. Также по аналогии вбиваем несколько букв названия добавленного уже товара. Выбираем. Нажимаем обновить. Идем на сайт. В карточке товара обновляемся. Видим с вами, возможно, вас заинтересует. Вот здесь вот, по идее, списком будет дополнительные товары, которые вы хотите продвигать вместе с этим товаром. Где будут отображаться ваши кросс-селлы, так скажем. В карточке товара мы нажимаем купить, добавить корзину, просмотреть корзину. И на странице корзины вот здесь вот вас также может заинтересовать. То есть вот здесь вот тоже может быть список товаров, дополнительная реклама ваших других товаров при покупке вот этого товара. Да, скажем, за это у нас отвечает кросс-селлы. Субтитры сделал DimaTorzok